Ты чего хнычешь? Что опять случилось? Может у тебя колики? И болит животик? Да меня мама голодом морит. Я уже несколько дней молока не пью. Всё какие-то каши, смеси. Что происходит? Грудное вскармливание специалистов Всемирной организации здравоохранения рекомендуют продолжать до двух лет. А отучать ребёнка от маминого молока советуют постепенно. В противном случае у малыша будет стресс, а у мамы могут возникнуть боли в груди. Грудь и вообще мама – это наркотик. Мы понимаем, что это безумная тяга ребёнка. Причём сегодняшняя педиатрия говорит о том, что первый год – это пищевая необходимость, второй – это глубокая подкорковая связь с мамой. То есть пищевой необходимости в грудном вскармливании после года нет. Но есть очень большая психологическая необходимость. Понять, готов ли ребёнок расстаться с маминым молоком, достаточно просто. Малыш может сам всё реже просить есть, а во время кормления больше балуется, чем ест. К тому же перестаёт тянуть в рот всё, что видит – пустышки, пальцы, игрушки. Наступает час Х, когда надо больше никогда этого не сделать. Вот этот час Х, он сложный, его надо пережить. Но по времени, как правило, больше недели для ребёнка не является стрессом. Чаще всего мама уходит из дома, чтобы не было раздражения. И это просто сделает тем, что нет объекта, который является источником молока. Когда отучаете ребёнка от грудного молока, не планируйте переезды. Не отдавайте малыша сразу же в детский сад. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Поэтому, если мама намерена выйти на работу или пригласить няню, лучше отучать ребёнка от молока не одновременно с этими событиями, а хотя бы месяца через два после. А по-моему, когда ты больше не пьёшь мамино молоко, это значит, что ты уже взрослый. Вот я уже совсем скоро пойду в детский садик. И я тоже хочу в садик. Давай будем вместе туда ходить. Давай, только пообещай, что не будешь плакать и проситься к маме. Поверь, без молока можно обойтись. И животик болеть не будет. Счастья в доме, колик нет. Продолжение следует...